Библиотека Республики Сахар, Якутия, приветствует вас на онлайн-лекции. К сожалению, на сегодня запланированная лекция у нас отменяется по объективным причинам. К сожалению, лектор не сможет принять участие. Но на сегодня у нас не менее интересная тема. Тема лекции у нас сегодня – инвестиции и риски. Напоминаю, друзья, что вы можете задать вопросы у нас в чате, либо воспользоваться опцией «Поднять руку». И давайте сразу начнем. И слово предоставляется нашему лектору, финансовому советнику, управляющему обществом с ограниченной ответственностью Сергею Сафронову. Здравствуйте. Здравствуйте. Всех рад приветствовать. Такая у меня незапланированная получилась вебинар. На час, да, где-то я могу рассчитывать? Да, примерно, да. Я хотел бы демонстрацию подключить. У меня… Вот еще раз представлюсь. Я являюсь управляющим ООО «Беги Капитал». Также я являюсь экспертом Центра финансовой грамотности при торгово-промышленной палате Республики Саха-Якутия и членом Ассоциации Национальной лиги финансовых советников. Сегодня я хотел с вами поговорить про инвестиции. Вообще, прежде чем инвестировать, каждый из вас должен понимать, зачем он это хочет сделать, да. И, как правило, это бывают три цели. Первое. Человек инвестирует для того, чтобы выполнить какую-то финансовую цель. Допустим, накопить средства на какую-нибудь крупную покупку, на обучение детей или для того, чтобы был пассивный доход в будущем на пенсию. Вторая причина – это может быть финансовая безопасность. То есть это те деньги, которые могут понадобиться в случае каких-то чрезвычайных. Какие-то потери работы, каких-то источников дохода. И тогда, соответственно, инвестиции, которые тоже многие, особенно молодые люди, хотят себе поставить. Это путь финансовой независимости. Это тогда, когда вы можете не работать, где-то там путешествовать, отдыхать и так далее. И иметь пассивный доход и на него именно жить. Вот следующая таблица показывает, как у нас снижается покупательная способность капитала из-за инфляции. Мы видим графики при инфляции 3%, 6%, 9%, 12%, 15%. Что такое инфляция? Это грубо, когда наши деньги обесцениваются. То есть наши деньги сегодня и такое же количество денег лет через 5 – это совсем другие деньги. Поэтому даже если вам обещают какие-то инструменты, например, с гарантированной защитой капитала, есть такие инструменты, например, накопительное страхование жизни, все равно, если вы сумму не увеличиваете, то получается она у вас теряется. И мы здесь видим при инфляции 3%, это средняя инфляция историческая в долларах, то мы видим, допустим, через 10 лет на 25% снижаются деньги, а через 50% остается только 22% от предыдущей суммы. Что касается рублей, если мы возьмем российскую историю, то средняя инфляция у нас двузначная. Только вот в последние годы у нас инфляция снизилась, и в прошлом году была зафиксирована исторически низкая инфляция в 3%. В этом году она повыше, будет около 4, может чуть выше. Но в среднем, как я сказал, она двузначная. Если мы, например, берем 12%, то, соответственно, через 5 лет у вас, считайте, половины денег нет. Вот здесь, на этом графике, на этих цифрах, показано 3 эффекта, которые могут быть при ваших инвестициях. Первый эффект – это, соответственно, доходность. Доходность, которую вы можете получить на свои инвестиции. Здесь видите 3%, 6%, 9%, 12%, 15% годовых. Второй эффект, который здесь виден – это срок, срок, на который вы инвестируете. И здесь, соответственно, от 0 до 50 лет приведены цифры. Для многих кажется, что 50 лет – это какая-то нереальная цифра. Но на самом деле в развитых странах такие цифры никого не пугают. Если мы возьмем самого великого инвестора Уоррена Баффета, то он начал инвестировать в 11 лет. Сейчас ему 90 лет, соответственно, у него срок инвестирования почти 80 лет. И на Западе это считается как бы нормально, тем более, что сейчас действительно срок жизни людей увеличивается. И если человек начинает достаточно рано инвестировать, допустим, с 20-25 лет, то вполне может он себе позволить 50 лет и инвестировать. И третий эффект, который здесь вот так напрямую не виден – это эффект сворного процента. Это восьмое чудо света, как приписывает Эйнштейн, он называл именно сворный процент. Это тогда, когда мы доход получаем от денег, не тратим от вложения, а реинвестируем. И у нас получается такой эффект снежного кома, когда из маленького снежка постепенно-постепенно-постепенно выкатит, и в итоге получается какой-нибудь огромный снежный ком. И если мы видим, например, что вложив 10 тысяч рублей под 15% годовых на 50 лет, конечная сумма будет там порядка 11 миллионов рублей. Наверное, тоже такие расчеты встречали, их легко сделать в принципе в табличке Excel. И вы увидите, что действительно такие цифры они будут. Здесь то же самое приведено, но при условии, что если вы будете инвестировать ежегодно по 120 тысяч рублей, то есть откладывая 10 тысяч рублей в месяц. То есть это не такая большая сумма. И мы тоже здесь видим, при 9% доходности, в принципе вполне реальная такая доходность, через 30 лет у вас будет там 16 миллионов рублей, даже больше. Что такое у нас там 10 тысяч рублей ежемесячно, это получается 333 рубля в день. Ну и здесь как бы визуальные такие примеры. 300 рублей это у нас чашечка кофе, пачка сигарет, или чашечка кофе и одна поездка, допустим, на такси. Здесь показана историческая доходность активов тех, которые опережали инфляцию. Мы видим, что инфляция 4% состоит, здесь все в долларах, это все исторические факты 72 года по 2016 год. И мы видим, что наибольшую доходность приносили разные акции, от 10 до 12%. Соответственно, меньше 10-летняя гособлигация США, еще меньше 4,8% это казначейские векселя. Это можно сравнить, например, с банковскими депозитами примерно, да, золото 7,4% и мы видим инфляцию 4,0%. Ну и здесь еще не хватает, может быть, недвижимости. Недвижимость, она тоже дает доходность выше инфляции, порядка где-то исторически около 5-6%. Здесь показан график S&P 500, это индекс фондового рынка США. Что такое индекс? Это средняя температура по больнице какого-нибудь фондового рынка. В данном случае получается США, в этот индекс входит 500 крупнейших компаний США. И, соответственно, как они выросли, начиная с 70-го года по настоящее время. Соответственно, индекс был 92 пункта, сейчас он 3665 пунктов, то есть он вырос 40 раз. Это, соответственно, все в долларах. И мы здесь видим, что действительно как бы он рос. На самом деле бывали и такие достаточно ощутимые падения, да. Но если мы ведем достаточно такой длительный на длительном горизонте, то мы видим крен, восходящий он есть. Это связано с тем, что экономики растут, количество людей увеличивается, потребление увеличивается, прибыль компании увеличивается и так далее. Здесь, кстати, вот тоже видно падение было, которое было у нас в марте в этом году. Вот его уже практически стерли, да, на этом графике. Вот для российского инвестора, наверное, ближе к московской бирже, и мы здесь видим график московской биржи. Индекс у нас с 1997 года считается, начиная со 100 пунктов, и на сегодняшний момент значение его 3189 пункта, или он вырос, получается, в 32 раза. Здесь мы видим, тоже было сильное падение. Это 2008 год, ипотечный кризис США. Но, учитывая, я говорю, тут рост получается в 32 раза. Это уже популярные самые американские акции. Есть такой термин FUN, куда входят крупные IT-компании высокотехнологические. Это Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft. И я взял именно с 1 мая 2012 года, поскольку именно 1 мая Facebook вышел на рынок, да, и что у нас получается за 8 лет, да, какой рост произошел в долларах США. Facebook вырос в 9,7 раза, Amazon в 15, Apple в 6, да, там, Netflix вообще в 55 раз, Google в 6 раз и Microsoft в 6,5, да. То есть вы видите, да, какой был неплохой рост в долларах таких крупных компаний. Ну, и следует, конечно, предупредить, что не все компании выросли, были компании, которые упали, например, в традиционной отрасли, там, Дженнирова. Теперь перейдем к российским лидерам. Здесь я тоже взял нашу Авросу, поскольку ее все знают, и лидеров отраслей, да, банковской отрасли у нас Сбербанк получается, металлургий Норильский Никель, нефтяной Лукойл. И, соответственно, индекс Московской биржи, вот то, что я уже говорил, индекс – это некая корзина, да. Если СМТ-500 состоял из 500 бумаг, то индекс Мосбиржи состоит из 40 ведущих компаний российских, да. Вот. И я его взял с учетом дивидендов, так как, ну, конечно, правильнее считать дивиденды, потому что у компании не только растет цена акций, а они еще и выплачивают дивиденды в большинстве своем, да. И мы видим, что у нас Авроса выросла в три раза, Сбербанк тоже почти в три раза, Норильский – 4,4, Лукойл почти в три раза. И индекс Мосбиржи, вот эти 40 компаний, получается, корзина из 40 компаний в три с половиной раза. Если бы мы держали просто в наличном долларе, то у нас был бы рост всего лишь в два с половиной раза. Теперь, какие есть у нас инструменты. Берем Московскую биржу, потому что обычный частный инвестор, скажем, с небольшой суммой денег, ну, ему надо начинать с Московской биржи. На Московской бирже у нас есть акции, облигации, боевые инвестиционные фонды, ну, они скорее не на бирже, да, торгуются, а управляющих компаний, да. И есть вот ETF, это их счастье, фанс, да, и биржевые боевые инвестиционные фонды. Я о них чуть позже остановлюсь, расскажу. Вот эти тоже биржевые инструменты. Акция у нас, понятно, это такой долевой инструмент, да, как я уже там в начале график приводил, они дают в долгосрочном периоде наибольшую доходность, как правило, но несут и наибольшие риски, поскольку, соответственно, вы становитесь собственной компанией и несете риски этой компании. То есть компании как идут дела, так будут и акции себя вести, да, если прибыли компании будут падать, вот если Аурос убрать, да, там была авария на Труппе Мир, к примеру, да, акции компании сильно падали, потом восстанавливались, потом наступил коронавирус, падение спроса на товары, ну, такие как лакшери называется, да, они, соответственно, тоже сократила компания дивиденды, это тоже вызвало падение акции, ну, сейчас акции снова потихоньку восстанавливаются, поскольку спрос на ее продукцию, он начал восстанавливаться. Облигации – это долговой инструмент, да, то есть покупая облигацию, вы даете долг, долг даете либо компании, которая выпустила облигацию, это может быть там государство России, например, да, какие-то иностранные государства, это может быть республика наша, да, тоже выпускает облигации, и, соответственно, здесь у вас риски возникает именно невозврата, да, допустим, какого-то, вот, если компания обанкротится, бывает, что и целые государства в 98-м году Россия допустила дефолт по своим обязательствам, но не перед физическими детьми, не перед людьми, да, а перед компаниями и иностранными держателями. Ну, долго был такой момент, но потом она эти долги реструктуризировала и, в конце концов, погасила, да, после того, как цены на нефть стали расти, доходы страны увеличились, и эти облигации были погашены. И вот дальше уже перейдем к инструментам коллективного инвестирования. Первые появились – это паевые инвестиционные фонды. Это вот некий такой мешок, внутри которого лежат там разные активы. Если это фонд акций, значит, акции, если фонд облигаций, то облигации. Если смешанный фонд, то там могут быть акции и облигации. И вы, покупая пай этого фонда, становитесь собственником части этого фонда, то есть собственником всего того, что там лежит, но в определенной части, в зависимости, столько, сколько у вас паев. И ваш доход будет состоять из того, что, соответственно, если активы внутри этого фонда будут расти, там, например, акции, да, соответственно, стоимость пая будет расти, так как стоимость пая, она рассчитывается как стоимость всего, что внутри, и делится на количество паев. У данного фонда есть управляющий, который, соответственно, выбирает, если это фонд акций, его задача выбрать хорошие акции и избавиться от плохих, да. Он, соответственно, часто ездит по этим предприятиям, встречается с менеджерами, у него есть своя команда аналитиков, которая дает какие-то рекомендации, да, по разным отраслям, может быть, да, по компаниям, и, соответственно, управляющий сам принимает решение, что продать, а что купить. Вот такой очень интересный инструмент в плане того, что небольшой суммой, да, вы можете войти и, соответственно, иметь вот такой целый набор инструментов. Здесь, на примере, вот фонд акций Атон Петр Столыпин, Атон – это компания-партнер нашей в Лиге Капитал, и мы видим, да, что 97-го года цена пая стоила 50 рублей, и сейчас она стоит 3343 рубля, то есть рост в 66 раз, да, стоимость пая. То есть если вы 50 рублей вложили бы в 97-м году, несмотря на все кризисы, которые были в 98-м, 2008-м, 2014-м, в марте этого, да, у вас все равно рост был бы в 66 раз. Это фонд акций. Преимущество ПИФа – какая? Встроенная диверсификация – то, о чем я уже говорил. То есть, вкладывая относительно небольшую сумму, вы получаете сразу большой набор либо акций, либо облигаций, либо того и другого. Это стартовый капитал, 5 тысяч рублей, профессиональное управление, легко продавать и покупать. Вы подаете заявку, сейчас это делается через обычное мобильное приложение и, соответственно, покупаете на определенную сумму. Строго регулируется законодательством, то есть, как бы, все управляющие компании обязаны публиковать состав СЛПУ фонда. Банк России за этим очень жестко следит, и каждая управляющая компания боится потерять лицензию, поэтому здесь никаких нарушений не допускают, да, и, соответственно, там есть предзапозитарий, который учитывает все вот эти активы, есть рейс-нодержатель, который ведет рейсер-пайщиков, то есть, это вот такая очень серьезная структура. И операция внутри ПИФ не облагается НДПЛ. Это очень важно, да, то есть, если вы бы сами покупали те же самые инструменты, например, акции, облигации при продаже, да, соответственно, у вас уже был бы финансовый результат. Если он положительный, вы уже должны заплатить налог в 13%. Если это делает управляющий внутри фонда, никакого не дадите пай. При этом, если вы будете владеть паем более чем 3 года, у вас будет налоговая льгота, в размере, я дальше уже тоже расскажу об этом, 3 миллионов рублей в год, не налогооблагаемые прибыли. То есть, фактически, если вы будете обычный пайщик с небольшими деньгами, если он больше 3 лет будет держать, то фактически он может не платить НДПЛ. Но есть и недостатки, соответственно, у паевых инвестиционных фондов. Это более высокие риски по сравнению с складами и облигацией. То есть, если вы там вложите в банк на депозит или покупаете облигацию, вы точно знаете, да, что там через год, через два, или насколько вы там вкладываете, да, вы получите вложенную сумму назад плюс зафиксированные проценты. Есть выплаты вознаграждения управляющих компаний. Они могут колебаться от 2 до 4 процентов в зависимости от фонда. Следующее. Возможные комиссии при приобретении и погашении паевых. Это бывает, если вы продаете, как правило, раньше, чем через два года. Почему? Потому что управляющий не заинтересован, что люди постоянно входили, выходили, активно торговали паями. И чтобы этого не было, как раз есть такие комиссии, поскольку управляющий все-таки выстраивает более долгосрочные стратегии. И приобретение и погашение паевых занимает определенное время, как правило, это в течение пяти рабочих дней. Вы, соответственно, как я сказал, через мобильное приложение подали заявку, деньги пошли, пока не пришли, пока управляющий их купил. Вот, соответственно, где-то неделя она проходит. И точно так же вы погашаете эти паи. Следующее. Это у нас получается то, что я говорил. Фонды ETF. Change Trade Funds. Это очень популярный инструмент сейчас на Западе. Это тоже фонды. Это тоже некий такой мешок там. Но который строго следует индексу. То есть там нет управляющего, который решает, что купить, что продать. Если это фонд, например, на индекс московской биржи, допустим, то, соответственно, в этом фонде должны быть все вот эти 40 акций, которые входят в индекс московской биржи. Или если это фонд, например, на индекс S&P 500, то туда входят все 500 компаний, которые вот в этом индексе. И, соответственно, акции этого фонда можно легко купить и продать на бирже. То есть тоже, опять-таки, за небольшую сумму вы сразу покупаете корзину ценных бумаг, и при этом вы уже заранее знаете, что вы именно покупаете. В отличие от моего инвестиционного фонда, где управляющий, как я сказал, уже сам выбирает. Сам что-то продает, покупает. И вы в какой-то конкретный момент просто не знаете, что там внутри, поскольку он самостоятельно принимает решения. И вот эти фонды на московской бирже, они появились относительно недавно, в 2013 году. Мы, как правило, идем лет на 20 с опозданием от западных рынков. И сразу завоевали большую популярность среди инвесторов. Вот это те фонды, которые сейчас можно купить ETF именно на московской бирже. Вот мы видим фонд на золото есть. Таким образом вы, соответственно, можете купить золото через фонд. Это гораздо выгоднее, чем покупать его, например, физически, чем покупать через металлический счет, поскольку на металлическом счете там очень большая разница между ценой покупки и продажи. Как минимум там 5%, а может доходить и 10%. А биржевые фонды, они очень ликвидные, соответственно, там очень низкая, маленькая разница между покупкой и продажей. И в любой момент вы можете купить или продать. И вот мы здесь видим, какие есть фонды на акции. Есть на российские акции, есть два фонда на США, на широкий рынок, на IT-сектор, есть на Германию, есть на Китай, есть даже на Казахстан. И есть на глобальные портфели, на весь мир, можно сказать. Есть также фонды денежного рынка, это аналог депозитов, либо в долларах, либо в рублях. Есть, соответственно, фонды облигаций. То есть через фонды вы можете тоже так же вкладываться и в облигации. И на российском рынке с 2018 года появились такие биржевые боевые институционные фонды. То есть в отличие от ПИФов, они биржевые и у них аббревиатура БПИФы. Они аналог являются ИТФом, но если ИТФы, это зарегистрированные по иностранному законодательству, то БПИФы по российскому. И сейчас около 40 тоже БПИФов есть на разные акции, облигации на разных странах и так далее. Это все можно тоже обычному инвестору купить. Единственное, что комиссии там чуть, наверное, повыше будут, чем у ИТФов. Но это уже такая более глубокая. Если кому-то нужна консультация дополнительная, можете к нам потом подойти, и я подробнее расскажу. Потому что про ИТФы это можно прям отдельную лекцию рассказывать. Здесь, как пример, ИТФ на золото. Он появился у нас в 2013 году. Цена акции стоила 296 рублей. И сейчас цена 936 рублей. То есть в три раза выросло, получается, до 7 лет. Риск и доходность. Это самые важные понятия в инвестировании. Если вы будете понимать риск, что такое риск и что такое доходность, вы можете себе смело сказать, что вы разбираетесь в инвестициях. Это самые важные понятия, вокруг чего все крутится. Понятно, что чем выше доходность, тем выше риски. При этом обратное правило, как правило, не работает. То есть риски могут быть высокими, а доходность маленькая. Это следует иметь в виду. И поэтому, например, выбирая для себя какие-то инструменты, вы в первую очередь должны для себя сфокусировать, на какие риски вы готовы идти. Потому что те же акции, например, они весной этого года из-за коронавируса падали от 30 до 40%. То есть, понимаете, если вы, например, вложили 100 тысяч рублей в акции, то в какой-то самый худший момент вы могли увидеть минус 40%. Есть разные люди, которые весьма терпимы к риску, понимают, что они подождут, и потом все это отрастет. Есть люди, которые начинают паниковать. И здесь очень важно знать. Каким образом мы можем снизить риски? Это выбор более консервативных инструментов. Более консервативные инструменты у нас – это облигации. Как я сказал, что там практически, если вы держите облигации до погашения, то у вас риск… Это банкротство эмитента, то, что он не сможет с вами рассчитаться. Если вы будете держать до погашения, вы точно знаете, какую сумму вам должны в итоге заплатить, и эмитент вам ее заплатит, если с ним ничего не случится. Второе – выбор более ликвидных инструментов. Если мы говорим, к примеру, облигации, наиболее ликвидные – это облигации федерального взаима или государственные наши облигации российские, которые очень легко в любой момент купить и в любой момент продать. Например, облигации нашей публики – это менее ликвидные. Соответственно, если вы их купили и решили их продать, вполне можно выбирать какие-то отдельные акции. Это, соответственно, если вы покупаете российский рынок, то через фонды сразу… Поскольку для того, чтобы облигать отдельные акции, это уже нужно иметь определенные компетенции. Соответственно, нужно либо уметь как-то анализировать компании, читать про них, следить за рынком и так далее. Далее, регулярность инвестиций – это тоже важный момент. Если у вас какая-то единовременная огромная сумма, большая сумма, вы ее вложили, и так получилось, что вдруг после этого что-то случилось, обвал рынка и так далее. Это, конечно, может серьезно сказаться на вашем инвестиционном портфеле, и он может достаточно долго восстанавливаться. В этом году рынок восстановился достаточно быстро. В 2008 году рынок восстанавливался более трех лет. Это нужно иметь в виду. Если же вы инвестируете регулярно, какими-то небольшими суммами, то даже если вы вошли на каком-то пике рынка, ничего страшного, рынок снижается, вы докупаете, 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 что-то вы купите там совсем дешево, и когда рынок уже разъединется наверх, у вас средняя цена будет не такая дорогая, и вы очень быстро можете выйти в плюс. И долгосрочность. Это тоже очень важный элемент, особенно это касается акций. Если вы в акции вкладываетесь на год, это больше похоже, скажем, на подбрасывание монеты. Это неизвестно, через год в плюсе будет рынок или в минусе. Это зависит от очень многих событий. Чем на дольше вы вкладываетесь, желательно от трех лет, а еще лучше от пяти лет, если мы говорим про акции, тем вы сразу повышаете вероятность того, что вы заработаете. И, соответственно, как резюме, независимо от того, использует ли инвестор агрессивный или консервативный подход, он может стремиться минимизировать риск и повышать доходность, инвестировать регулярно, долгосрочно и включая в портфель различные инструменты. Как мы можем повысить доходность? Доходность мы можем повысить, во-первых, используя какие-то налоговые режимы, льготные, и, во-вторых, это снижает какие-то расходы. Это тоже комиссии и так далее. Это важно. К примеру, есть инструменты типа инвестиционного страхования жизни, которые любят продавать банки. Чем они плохи? Это тем, что там очень высокие комиссии, которых вы не видите. Но банки на этом очень хорошо зарабатывают, поэтому в первую очередь они, как правило, обычно любят предлагать такие инструменты, как инвестиционное страхование жизни либо структурные продукты, вот что-то из этой серии. Немножко коснусь современной портфельной теории. То, что я сейчас рассказал, какие есть инструменты, особенно обратил внимание на фонды. И с 90-х годов на Западе стала пользоваться популярностью вот эта вот стратегия, которая называется распределение активов или пассивные инвестиции плюс портфельные инвестиции. Это есть распределение активов, asset allocation. Это когда... Это подходит абсолютному большинству инвесторов, так как не требует глубокого погружения в рынок, каких-то специальных знаний и уделения большого времени. Задача вот этой стратегии не заключается в том, что каким-то образом обогнать рынок, показать высокую доходность. Нет. Есть задача показать среднюю доходность по рынку, то, что вы там видели, например, в графике. Но при этом минимизировать свой риск. Соответственно, составить портфель из разнообразных активов. Это лучше всего пояснить на примере. Вот есть такой портфель из Жибоки Сергея Спирина. Это известный специалист российский. Именно по портфельным инвестированиям он первый начал, соответственно, эту тему распространять. В 2010 году написал еще статью, где привел пример вот такого портфеля. состоящий на одну треть из акций, на одну треть из облигаций и на одну треть из золота. Соответственно, акции через по его инвестиционный фонд. Например, Никитич, это вот сейчас Сбербанк. Облигации тоже через по его инвестиционный фонд. Илья Муромец. А золото по котировкам Банка России, так как в 1997 году еще не было фонда на золото. Сейчас уже есть фонды на золото. Очень важно, что это пример не инвестиционной рекомендации. То есть не надо делать именно так, так как портфель, он должен подбираться индивидуально в зависимости от, как раз, как я сказал, терпинасти инвестора к риску, его сроками инвестирования и так далее. И если вы к нам подойдете, мы такие портфели помогаем строить. Вот здесь мы видим цифры. 1997 года, соответственно, два сильнейших кризиса было, 1998-2008 год. И результат получается, ну, фактически за сколько там, за 22 года. И мы видим, что поевой фонд акций вырос 29 раз, облигации 63 раза, золото 55 раз, а портфель Лежебоки показал результат 325 раз. То есть больше, чем любой из этих активов. За счет чего? За счет того, вот вернусь еще раз к этому слайду, за счет того, что было ежегодное восстановление баланса портфеля, вот этого изначального. Одна треть, одна треть, одна треть. То есть мы здесь видим, в 1998 году очень сильно упали акции, очень сильно упали облигации, золото выросло. Соответственно, что было в дальнейшем, соответственно, на 31 декабря часть золота была продана и перевожена в облигации в акции, чтобы пропорции в портфеле снова стали одна треть, одна треть, одна треть. То есть фактически то, что сильно выросло, было продано и перевожено в то, что сильно упало. И следующий год наоборот, у нас получилось, что акции выросли, облигации выросли, золото выросло не так сильно. Здесь мы видим, что портфель Лежебоки, он кроме того, что показал доходность гораздо выше, чем каждый из активов в отдельности, он и показал меньше всего минусовых лет. То есть и риски у него были гораздо меньше, чем у каждого из этих портфелей. Вот что означает портфельное инвестирование. Теперь вот то, что я приводил в таблице, то же самое портфель Лежебоки. Там нигде не учитываются налоги. Если были бы налоги, то, соответственно, результат был бы немножко другой. Было бы хуже. Понятно, что налоги съели бы существенную часть прибыли. Но в России есть уникальные инструменты, которые позволяют здесь этого избежать. Один из них – это индивидуальный эмиссионный счет. У него есть обычный стандартный брокерский счетчик, с которым вы можете покупать любые те инструменты, о которых я рассказал, но при этом иметь налоговые льготы. Налоговая льгота может быть двух типов. Первое – это вычет на взносы. Этот вычет позволяет возвратить НДПЛ до 52 тысяч рублей ежегодно или 13% от 400 тысяч. Это похоже так, как вы получаете налоговые вычеты, к примеру, при покупке квартиры, при возмещении платных услуг, на образование, на лечение. Многие, наверное, с этим сталкивались. Только здесь вы не расходуете деньги, а их инвестируете. То есть представим себе, что вы в этом году проинвестируете 100 тысяч рублей. Соответственно, в следующем году, если у вас был в этом году НДПЛ, вы 13 тысяч, 13% от 100, можете возвратить от государства. То есть у вас автоматически уже сразу плюс 13% получается процентов к вашему инвестируете. Вычет на доход. Это для тех, у кого нет НДПЛ. Это могут быть студенты, это могут быть какие-нибудь ИП, и этот же вычет на доход, он используется в схеме, кто хочет инвестировать долгосрочно. Как раз, как я примеры показывал, на 30-40 лет, как в портфеле Жибоке, к примеру. Суть его заключается в том, что там вам НДПЛ не возвращает. Но зато весь доход, который будет на этом счете, соответственно, он не будет облагаться. При первом варианте он будет. При первом варианте вы там купили акции на 100 тысяч рублей, там продали за 200, у вас там, соответственно, с прибыли будет НДПЛ. Но будет возврат. НДПЛ не платит. И почему это подходит для долгосрочных инвесторов? Если вы будете очень долго пополнять этот счет, там каждый год, рано или поздно у вас там скопится достаточно существенная сумма, и, соответственно, вся прибыль, она будет не облагаться налогом. К примеру, у вас там скопилось 5 миллионов рублей. Вы заработали от этой суммы 20%, 1 миллион рублей. Соответственно, на налоги вы экономите 100 тысяч рублей, это больше, чем 52 тысячи получается. Поэтому для тех, кто инвестирует долгосрочно, больше подходит тип Б. У меня был тип А, я его закрыл, открыл тип Б. Индивидуальный инвестиционный счет должен быть открыт минимум на 3 года. Это программа, чтобы все-таки стимулировать население делать именно долгосрочные накопления. Я считаю, что это очень правильно. Как-то я на прошлом вебинаре, по-моему, рассказывал, что у нас пенсии, скорее всего, уже надежды мало, поэтому надо приучаться к долгосрочным накоплениям. И вторая льгота, о которой я уже упоминал, это льгота на долгосрочное владение. Если вы что-то купили, какие-то акции, облигации, паи и пифов, и держите их не менее 3 лет, не продаете, просто держите, то у вас, соответственно, будет необлагаемый доход по НДФЛ, это количество лет владения, умноженное на 3 миллиона рублей. То есть вы 3 года продержали, продали, если у вас прибыль меньше 9 миллионов рублей, она не будет облагаться НДФЛ. То есть это подойдет абсолютному большинству инвесторов. Очень тоже хороший такой инструмент. Он очень похож на индивидуальный инвестиционный счет типа Б, вот этот вариант, но в этом варианте вы внутри можете покупать, продавать. Вам здесь никто ни в чем не ограничивает. Вы там купили акции, через месяц продали, и все равно НДФЛа не будет. При этом варианте вы, если что-то купили, например, акции Газпрома или паи юниципального фонда, вы их должны держать 3 года. Единственное исключение по паям пифов, там вы можете делать обмен, например, обмен паев пифа акций на пифа облигации внутри одной управляющей компании. Это не будет считаться продажей. Вот такие две шикарные налоговые льготы, которые могут позволять именно долгосрочному инвестору получать в итоге очень неплохой результат. Теперь в конце, да, это пропопулярное заблуждение об инвестициях. Фондовый рынок – это обман и казино. Это сплошь и рядом мы встречаем, говорят, а вы там эти и так далее. Ну, люди, видимо, обожглись, кто где там, трамиды, биткоины, много действительно уже брокеров и так далее. На самом деле, инвестируя в фондовый рынок, как я сказал, если вы покупаете акции, вы фактически становитесь со собственником какого-то бизнеса. Если вы купили, например, американские акции Кока-Колы, вы стали собственником Кока-Колы. Какой здесь обман и какое казино? Здесь такого абсолютно нет. То же самое, там, акции Ауроса, например, купили. Понятно, что есть риски, но это точно не обман и не казино. Если вы это делаете через лицензированного брокера, который дает доступ на бирже, это все очень нормально, скажем. Инвестиции – это сложно. Это тоже такой миф, я бы сказал. Особенно я привел стратегию пассивных портфельных инвестиций, которые не требуют ни большого погружения в знания, не требуют ни времени. И там, в принципе, если мы берем портфель в Бежебоке, достаточно уделять своему портфелю полчаса в год. Все, вы уделяете, и этого вполне достаточно. Инвестиции – это для богатых. Тоже там были примеры, что от 5 тысяч рублей вы, соответственно, все, можете иметь целую корзину ценных бумаг. Все вложения обесценятся. Но это еще с советского времени. Это часто действительно бывало. Многие рассказывают про сбережения своих бабушек, дедушек, может быть, даже родителей, которые съели инфляцию, или там были заморожены и так далее. Сейчас мир все-таки глобализировался. И инфраструктура совсем другая. И, соответственно, если вы будете вот такой диверсифицированный портфель иметь, то вы будете защищены от таких моментов. Если не случится какой-то катастрофы вселенской, соответственно, все равно все у вас никак не может обесцениться. И, как я и сказал, на длительном горизонте оно, наоборот, возрастет. Если вы купите какую-то отдельную акцию, например, российскую, в свое время ЮКОС, например, обанкротился, то такое, конечно, возможно. Или Францаэра, например. Поэтому как раз нужна диверсификация, нужны разные активы и так далее. Я не доживу до пенсии, но это молодежь у нас. Очень мало кто сейчас задумается об инвестициях. Им кажется, это очень далеко, когда это еще будет и будет ли вообще. Но на самом деле, как статистика показывает, большинство доживает до пенсии. И сейчас тоже интересная у вас статистика. Если вы дожили до 60 или 65 лет, то у вас резко вырастает вероятность дожить до 90. Понятно, что в молодом возрасте многие несчастные случаи и так далее, особенно у мужского населения. Если до 65 человек нормально дожил, то потом ему надо еще 30 лет на что-то жить. Это нужно понимать. И тоже последнее заблуждение. Это все нужно вкладывать в валюту или в наши все недвижимые костерны. Всегда можно потрогать. Это тоже может быть в безопасности, желательно что-то в такой наличности держать. Тем более, действительно, у нас всякое может быть. Может быть, действительно будут ограничения, заморозки и так далее. Но нужно иметь в виду, если вы просто держите в наличных долларах, все равно есть инфляция. Вспомните тот график, который я вам показывал. И те, кто держит у себя это все под подушкой, а таких много я тоже знаю, особенно 14 год всех напугал, не доверяют никому, дали Сбербанку, то их сбережения просто потихоньку-потихоньку обесцениваются. Что касается недвижимости. Недвижимость, вот все привыкли в 2000-е годы, был безумный рост, да, и всем казалось, да, это вот такое на лучшее вложение. Но на самом деле это не совсем так. Если мы берем историю всего, то, что происходило в мире, то доходность недвижимости, она не такая высокая. Она где-то 5-6%, плюс есть такие большие минусы. Это диквидность, соответственно, как бы иногда бывает рынок продавца, как сейчас, да, то есть очень много покупателей, мало продавцов. Иногда бывает наоборот, да, скажем, вы хотите продать, а покупателей нету, да. Такое тоже вполне возможно, и с этим тоже можно столкнуться, что вы продать ее не сможете. При этом, соответственно, недвижимость – это та вещь, которая, ну, морально устаревает, изнашивается. Нужно разбираться, когда вы что, если особенно инвестиционную недвижимость покупаете, то здесь очень сильно зависит от локации. Например, сейчас цены в Якутске, они такие же, как в Новой Москве, да, примерно, да, что будет там через 10-15 лет, ну, в Москве ничего не будет плохого, да, там и ликвидность, и качество жилья совсем другое, да. А здесь, здесь не знаю, здесь как только закончится для нас случая ипотека, может случиться так, что спрос сильно упадет. Ну, вот об этом я сегодня хотел рассказать. Вроде, слава Богу, уложился. Осталось время еще на ответы на ваши вопросы. Вот наши координаты, мой телефон, почта, инстаграм, сайт. Да, как раз вот спросили, Амгалина Захарова. Как можно к вам попасть на консультацию, она спрашивает. Вот пишите по WhatsApp, подходите, просто по времени надо договариваться, потому что народу приходит много, чтобы не было так, чтобы вы счастливы, а тут люди сидят, лучше вот по времени заранее договориться. И вот она спрашивает еще, акции Алроса это республиканские или федеральные? Ну, Алроса у нас как бы компания, часть акций принадлежит и России, и часть акций принадлежит республике, и часть акций еще и УСАМ принадлежит. Там 8% принадлежит УСАМ. То есть, если все вместе брать эти акции, российские и республиканские УСАМ, то там 50 с лишним процентов получается, как бы государство. Остальные акции принадлежат различным частным инвесторам. Там есть крупные иностранные фонды, есть обычные люди, акционеров много. Спасибо. Дорогие друзья, я хочу включить видео, звук, микрофон, и задать вопрос Сергею Серафимовичу. Ждем вопрос. А вот если, допустим, купить акции, да, ну, в долларах и так далее, в Америке, вообще в Америке, насколько это рискованно? Или лучше наши, это российские? Ну, смотрите, если мы говорим о зарубежных рынках, я бы все-таки, опять повторюсь, рекомендовал бы делать это через фонды, когда вы покупаете сразу большую корзину бумаг. Ну, например, как я сказал, фонд на СМС-500, у вас сразу будет 500 крупнейших акций США. Но никто вам не мешает покупать и какие-то отдельные акции, какие-то, может быть, вам нравятся, да. Но здесь нужно иметь в виду, что американские акции некоторые стоят достаточно дорого, вот, особенно хорошие крупные компании, одна акция может стоить больше тысячи долларов запросто, да, вот, поэтому для того, чтобы сделать какой-то вот портфель, да, вам нужно, ну, желательно, да, там, от 20 тысяч долларов, от 20-25 тысяч долларов, вот, иначе это вот фонды. Если говорить про риски, риски в акциях, я сразу хочу предупредить высокие, да, то есть вы должны понимать, что это нечасто, но такое случается, что акции могут упасть, там, на 40-50 даже процентов, да, вот, если мы говорим в целом по индексу. Если мы говорим про отдельные акции, отдельные акции могут упасть еще сильнее, особенно, ну, по разным компаниям, я вот наши российские приводил пример, Юкос, там, и Трансайра, если брать западные компании, ну, когда-то были такие крупные компании, как Nokia, Kodak, Polaroid, и так далее, да, вот, и они в свое время, там, не попав в тренд, да, соответственно, как бы, ну, сейчас совсем низко стоят, и те, кто их дорого купили, они никогда не окупят, поэтому я не рекомендую, особенно на зарубежные рынки, заходить именно путем покупки конкретных каких-то акций, потому что даже крупная компания какая-то, да, она может там уйти с рынка, вот. А вот если, допустим, я акции Alrosa, да, куплю, тогда я прямо к ним обращаюсь, да? Нет, для того, чтобы купить акции, вам нужно открыть брокерский счет, соответственно, брокерский счет вы можете открыть либо в банке, либо в компании, которые имеют лицензию брокерскую, да, вот мы, например, сотрудничаем с двумя компаниями, это Atom и Открытие Брокер, но вы можете также открыть брокерский счет в Сбербанке, БТБ, вот, вот два таких, да, крупных, остальные, по-моему, так уже, вот, поэтому здесь, как вам будет удобнее, ну, можете, я говорю, нам идти на консультацию и здесь расскажем всю вот эту вот процедуру. Хорошо. Так. Спасибо. Ничего сложного, сразу скажу. Да? Потому что я же никогда это дело не делала. я знаю, вот как раз, да, вот, поэтому люди к нам приходят, и мы там… Но в последнее время начала интересоваться. Вообще у нас есть такая услуга, это составление инвестиционного портфеля, да, она стоит на 2500 рублей, да, соответственно, когда человек приходит, я сказал, сумма желательная все-таки от 50 тысяч рублей, да, когда мы ему помогаем на всех этапах, начиная открытие счета, да, посмотрим, где у него там в банке, в каком банке, например, открыть счет, что он хочет купить, вот, помогаем открыть брокистический счет, рассказываем, как туда заводятся деньги, и прямо там, прямо здесь, да, подбираем портфель, проводим, соответственно, анкетирование человека, да, чтобы определить его инвестиционный профиль, его терпимость к риску и так далее, цели финансовые, вот, и после того, как мы делаем сначала структуру, допустим, там, сколько акций, сколько облигаций, если нужно, золото добавляем, да, и, соответственно, потом внутри акций тоже делим, там, акции США, к примеру, Китая, России, облигации тоже могут быть либо рублевые, либо валютные, да, вот, и в конечном итоге человек входит уже с портфелем, да, и, в принципе, он может в следующий раз только там через год, да, что-то там поменять, или по мере взноса новых денег. А это у вас ООО «Биггеркапитал», это что за предприятие тогда, брокер? Это у нас компания, это мы компания, партнеры двух брокеров, как я сказал, да, это «Атон» и «Открытие брокер», работаем с 2006 года, вот мы консультируем своих клиентов, но счета вы открываете не у нас, не «Биггеркапитал», вы открываете счета, как я сказал, у компаний, там уже по выбору вы сами можете, ну, мы вам тоже можем посоветовать, что именно вам подходит, если у вас, например, счет «Бирбанки», то, наверное, проще «Бирбанки» это сделать. Хорошо, спасибо. Что будет с подсчетом с большой суммой при несчастном случае владельца? Будет то же самое, что и с другими, ну, как, например, с банковским депозитом, соответственно, нужно будет наследником получить свидетельство наследственное, там 6 месяцев проходит, и это все предоставляется брокеру, соответственно, наследник тоже должен открыть гротический счет, и туда будут переведены те ценные бумаги, которые были у владельца. обычное российское такое законодательство. Спасибо. Я могу задать вопрос, да? Да, конечно. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Допустим, я к вам иду за консультацией, и вы мне помогаете выбирать там, ну, в общем, кошелек или что там, и вы, вам, я должна буду что-то платить за консультацию или как? Вот смотрите. пропустила в начале, можно говорить. Обычно, как человек приходит, первая у нас консультация, ознакомительное знакомство, оно в пределах 20 минут бесплатное, да? То есть мне нужно понять, что для человека нужно, да, как бы, какие у него цели, какие суммы, да, на какой срок и так далее, да? Если у человека работа, НДПЛ, от этого много сильно зависит, да? После того, как мы с вами на эту тему пообщаемся, да, как бы, дальше, если вы дальше действительно принимаете решение инвестировать, то, соответственно, решаем, у какого брокера вы должны открыть счет, или мы с вами там открываем счет, да, вот, и, соответственно, вносите сумму и дальше уже, как я сказал, платная консультация, это 2500 рублей, это составление конкретно портфеля, то есть мы с вами делаем анкетирование ваше, да, я, соответственно, должен понять ваш инвестиционный точный, да, риск профиль, вот, дальше составляем структуру портфеля, как я сказал, распределение акций, облигаций, допустим, золота, да, и уже внутри акций, подбираем конкретные фонды, внутри облигаций тоже конкретные фонды, да, и все это покупаем на бирже с нашей помощью. Спасибо. Так, вопрос от Айталины Петровны, налог на индивидуальный инвестиционный счет, сколько, вот, спрашивают? Вот, смотрите, я сказал, что вот индивидуальный инвестиционный счет, это обычный профильский счет, но имеющий налоговые льготы, да, соответственно, вы имеете право возвратить свой НДПЛ в размере 13% от внесенной суммы, если вы в этом году внесете на этот счет 100 тысяч рублей, вот, то в следующем году 13 тысяч рублей вы можете возвратить НДПЛ таким же образом, как вы возвращаете НДПЛ, как я сказал, да, там, при покупке недвижимости или при оплате там обучения платного лечения и так далее, это первый вариант. Второй вариант, если у вас нет НДПЛ, то есть вы официально нигде не работаете, допустим, вот, просто там еще проще, вы куда инвестируете деньги, получаете какой-то доход, вот, и этот доход не будет облагаться НДПЛ, но есть условия, как я сказал, индивидуальный инвестиционный счет должен быть открыт минимум три года для того, чтобы получить эти налоговые льготы. А просто вот люди же иногда просто покупают же доллары или евро, да, это получается невыгодно, да? Нет, ну, почему, да, как бы на той же бирже можно купить доллары или евро, да, просто надо иметь в виду, да, что как бы и в долларах, и в еврох тоже есть инфляция, и если вы там, скажем, на какой-то долгий срок просто держите в долларах и в евро, да, соответственно, у вас тоже этот капитал потихонечку уменьшается. Если мы вспомним, там, что такое те же 10 тысяч долларов там в начале 2000-х, и сейчас 10 тысяч долларов, это очень большая разница на самом деле. А вот доллары, евро покупать в банках тогда невыгоднее, да, чем на биржевых этих, или все одно и то же? Ну, смотрите, если вы покупаете на бирже, вы покупаете по биржевому курсу, то есть курс гораздо выгоднее, чем в обменном пункте в банке. Но надо иметь в виду такую деталь, да, если вы купили доллары, например, на брофиский счет, и выводите его на банковский для того, чтобы снять в этих уже в наличных долларах, то там, как правило, во-первых, брокер берет комиссию, она обычно небольшая, но она фиксированная около 2000 рублей за любую сумму. Это первая комиссия, и вторая там может быть такое, что во время транзакции вот этой долларовой уже сами американцы там тоже берут комиссию, она тоже где-то может быть до 20 долларов доходить. До 20 долларов может доходить, то есть у вас расходы могут быть 20 долларов, у нас 1000, сейчас сколько, полторы тысячи, то есть 3,5 тысячи рублей у вас будут расходы, поэтому если вы покупаете там 1000 долларов, наверное, большой разницы нет, если вы покупаете 5000 долларов, то соответственно тогда уже можно думать насчет биржи, 5000 долларов и выше. Вот Акулина Тихонова спрашивает, инвестиция может быть наследственной? Ну смотрите, если это имеется ввиду, что для того, чтобы там потом досталось наследникам, оно достанется для наследников, и очень многие уже скажем в таком возрасте, допустим, в моем, 50 лет, 60, начинают именно инвестировать даже не для себя, а для того, чтобы оставить детям, вот у меня есть такие друзья, он говорит, я вот все, и он летчик, я уже свою жизнь запланировал, у меня деньги на свою жизнь есть, и я хочу вот отдельный счет завести, чтобы там копилось именно на моих детей. На детей тоже открывают, но там с 18 лет только, брофиские счета с 18 лет, банковские можно раньше, поэтому если говорить о таких совсем маленьких детях, то на них можно пока откладывать на банковский счет, а когда им исполнится 18 лет, уже открыть брофиский счет и туда откладывать. Я, соответственно, своим детям всем, кроме младшей, брофиские счета уже открыл. Именно ИИСы, индивидуальные несомненные счета, они пока слабо этим интересуются, я пополняю сам туда время от времени и, соответственно, сам произвожу какие-то покупки и так далее, но по мере того, как сумма увеличивается, я вижу, что интерес просыпается детей. Спасибо. Еще есть вопросы? Всем очень большое спасибо, было интересно. Сергей отдельное спасибо за интересный рассказ в просветлении. Дорогие друзья, завершаем вот наше мероприятие. Спасибо еще раз Сергею Серафимовичу за интересный материал, за ваши лекции и не прощаемся. До новых встреч, благополучия, всем здоровья, соблюдайте социальную дистанцию, масочный, перчаточный режим и не болейте. Хорошо, до свидания. Всем до свидания. Всем до свидания. Спасибо.